Здарова, ребята! Apple сходит с ума и выпускает практически каждый день о новой бетке, на этот раз iOS 16.1 Beta 5 для разработчиков. Размер прошивки составляет 293 мегабайта, соответственно, это очередные баг-фиксы. Напомню, что эта прошивка доступна для всех поддерживаемых устройств, начиная от iPhone 8 и SE 2-го поколения. Номер сборки iOS 16.1 Beta 5 20B507.2B. Apple продолжает фиксить динамический остров. К сожалению, у меня iPhone 8, на котором этого острова нет, но в новых бетках появляется вот этот вот контур, который отделяет динамический остров от темных обоев. Например, если вы ставите темную обоину, то динамический остров скрывается под ней, но Apple сделала контур, который будет выделять динамический остров от темных обоев. Недавно появилась статья в интернете, что человек катался на американских горках и у него сработал crash detection. Есть информация, что в этой версии, developer 5, эта штука была поправлена, потому что ложные срабатывания crash detection на американских горках, это не совсем, наверное, то, что хотят видеть пользователи. Также Apple добавляет поддержку Matter с релизом iOS 16.1, но, к сожалению, в настройках я так и не смог найти упоминания про этот протокол. Напомню, что Matter это протокол для умного дома, который будет объединять все ваши смарт-устройства. Также немножко переработали приложение команды, теперь вы можете при создании новой команды выбрать ярлык, то есть значок. Они теперь поделены по категориям устройства, камеры и фото, видеоигры, связь. Это стало немножко удобнее, немножко привлекательнее. Общий фон на использовании операционной системы становится все, на мой взгляд, более дружелюбным. Также Apple не поправила ошибку, связанную с центром управления. Когда мы делаем свайп, иконки управления умным домом как бы загружаются позже. Эта ошибка была еще и в прошлой версии. К сожалению, в этой они ее не исправили. Но будем надеяться, что на релизе в iOS 16.1 они ее поправят. Также в интернете я увидел заметку о том, что в этой бета-версии поправлен баг. Когда ваш телефон находится на зарядке, он может перезагружаться. В этой версии это поправили, хотя я не испытывал такой проблемы на 16-м релизе. Но в этой версии сказали, что этой проблемой, если она у вас имеет место быть, она будет поправлена. Также была поправлена ошибка, связанная с CarPlay. Когда вы подключали свое устройство к CarPlay в машине, и вам кто-то звонил, вас очень плохо слышали. Микрофон настроен был как будто на очень тихий режим. И в этой версии тоже поправили. Что касается релиз ноута, конечно же, я оставлю полный список изменений в описании к этому видео. По производительности iPhone 8 я также ничего не заметил. Опять же, я много раз говорил о том, что вот эти вот бетки практически не решают проблему какой-то производительности старых устройств. В основном идет упор исключительно на баги iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Работа батареи тоже не будет отличаться от предыдущей бетки. Скорее всего, будет именно так. Но основной показатель, конечно же, это релизная версия iOS 16.1. Сегодня как раз-таки была информация о том, что с 24 числа мы ждем финальный релиз iOS 16.1, iPad iOS 16.1 и macOS Ventura. Соответственно, вот на этой неделе, в последней неделе октября, эти операционные системы получат финальный релиз. На этом видео я буду заканчивать. Обязательно подпишитесь, если не подписаны, чтобы не пропустить обзор новых бета-версий. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok